Уважаемый товарищ президент, складывающаяся оперативная обстановка, связанная с протестной активностью и экстремистскими проявлениями, в целом подконтрольна. Все проблемы и направления, по которым необходимо работать, мы видим и работаем совместно с заинтересованными. Касаемое противодействие незаконному обороту наркотиков, должен отметить следующее. С учетом негативных тенденций, обозначившихся в 2020 году, в том числе связанных с ростом числа смертей от передозировок, в увеличении несовершеннолетних наркооборот, мы активизировали свою деятельность. Сотрудниками милиции выявляется основной массив таких уголовно наказуемых деяний. Реалии таковы, что большая часть сбыта наркотических средств переместилась в теневой сегмент сети интернет. В этой связи мы переформатировали службу наркоконтроля. В ее структуре создали подразделения аналитической разведки, которые сконцентрированы на пресечении деятельности интернет-магазинов, распространяющих наркотики. То есть на уничтожение самой системы сбыта наркотиков. В целях дальнейшего противодействия наркотрафику, обеспечения эффективного международного сотрудничества, в мае текущего года на площадке города Минска будет проведено совещание глав столичных полиций и милиций, государств-участниц СНГ. Видя проблему трехкратного роста в 2021 году числа несовершеннолетних участников наркопреступлений, основные наши профилактические усилия направлены на данную целевую аудиторию. При этом ищем актуальные каналы донесения информации до подростков и их родителей. Созданы ролики, ориентированные на молодежную аудиторию, где на понятном языке доносится профилактическая информация. Сотрудники милиции в обязательном порядке участвуют в днях информирования, а также родительских собраниях. Начата работа по созданию на базе Республиканского образовательного центра МЧС пилотной молодежной антинаркотической площадки. В мессенджере Телеграм создана группа «Стоп наркотики». Информация размещается в ней ориентированно на молодых людей и их родителей, а также на педагогов. Определенную часть подростков оттягиваем с улиц, используя подходы в военно-патриотическом воспитании. Уже на сегодняшний день в военно-патриотических клубах, которые при МВД, насчитывается более 1700 ребят. Товарищ президент, проблему мы видим и негативные последствия, особенно от наркопреступлений, тоже прекрасно понимаем. И в этом направлении работаем по предотвращению. То есть ударим патриотическим воспитанием и площадками на МЧС и что там где-то по наркотикам? Это работа на профилактику, товарищ президент. Ну, вроде вы вот сейчас настолько наговорили по борьбе с наркотиками, а генеральный прокурор факты приводил. Товарищ президент, пока... Множницы получаются. По каждому направлению я готов ответить. Знаете, я хочу, чтобы вы, Иван Владимирович, понимали, что у меня вот эти вот разговоры о том, что мы героически тут боремся, сражаемся и прочее, они не прокатят, как в народе говорят. Я это знаю. Поэтому я хочу, чтобы вы это понимали. Вы что, забыли, что в 2020 году было? Или здесь три четверти сидит людей, которые рады, что произошло в 2020 году и хотят повторения пройденного? Запомните, это не получится. У меня достаточно сил и средств и тех ребят, которые останутся рядом, и мы снесем голову любому, кто сегодня хочет нарушить мир и покой в нашей стране. Может, кто-то хочет повоевать, как это происходит в Украине? Так вот, это тот путь безалаберности, бюрократизма и непринятия мер. Вот он, тот путь. Так это вы, наверное, просто мало знаете, что происходит в результате современной войны. А я хорошо погружен в эту войну. И я вижу, что происходит. Так лучше быть подальше от войны. Лучше, чтобы она у нас здесь не была, на нашей земле. Все самоуспокоились. Тишина. Не обольщайтесь. Тем, что у нас все хорошо. Ибо мы придем к тому, от чего с вами ушли в 2020 году. Я это прекрасно понимаю, товарищ президент. Ну так вы разберитесь со своими подчиненными. Есть. Я не зря вас собрал сегодня. Впервые я подчеркнул на подобное совещание. После этого совещания спрос будет жестокий. Мы усилим роль прокуратуры и всех других органов. Нужна системная вдумчивая работа. Каждодневная. Каждодневная. Мы проводили. Ни слова. А в результате борьбы падеж скота увеличился у нас. Вы знаете это? Увеличился. Кстати, генеральный прокурор, которому было поручено это, ничего не сказал практически. Андрей Иванович, я не ошибаюсь. Мне министр доложил, что за весенне-стойловый период падеж скота увеличился. Так что мы дальше будем смотреть, люди голодают, продовольствие на расхват, вынуждены цены поднимать, чтобы не вывезли все. А у нас, у губернаторов все нормально. Они сидят героями. А теперь, когда один из губернаторов здесь, в этом зале, сказал, что все хорошо, я сказал, что не оценивают процент. Почему? Потому что мы только сейчас подошли к реальной оценке обстановки, связанной с падежом скота. С счетом того, что многие годы массово все это приписывалось и искажалось. И полагаю, что в 2021 году, к концу 2021 года, мы вышли на более-менее реальную картину в этом вопросе. Уголовных дел и других мерах реагирования за прошлый год прокурорам принято в 2,5 раза больше, чем за все годы. Но важен результат. И я уверен, в этом говорит, ваше президент, эту ситуацию мы наконец-то переломим. Ладно, но главное, что министр же не видит этой проблемы. Без милиции мы это не решим.